Я хочу, чтобы выиграл Сан-Антонио 4-2, но заслуга Карлайла в том, как он построил современный Даллас, в которой в стартовой пятерке выходят баскетболисты, которым за 30 или по 30. Лучше шестой этой команды, им 37 лет. И с этой командой против такого сильного Сан-Антонио Карлайл показывает чудеса просто тренерства. Я не знаю, чем он кормит своих игроков, какими молодильными яблоками, но Даллас выглядит достойно. По поводу конкретно Сан-Антонио могу сказать, что практически все баскетболисты из текущего роста меня удивляют со знаком минус в этой серии. И паркер, которому, как выяснилось, в голове было больше рождение ребенка, который благополучно родился два дня назад, с чем я его и поздравляю. И Данкан, в принципе, не показывал свою игру, которую он может демонстрировать. И Леннард, в принципе, был заметен только в защите, какие-то особо атакующие порывы с его стороны я не заметил. Наверное, единственное, кто порадовал, это был Джинобили, которого очень много критиковали в прошлом году за его выступление в финале против Майами. Но в этом году Джинобили один из тех немногих игроков Сан-Антонио, которые показывают стабильную игру. В этой серии главное, ключевой момент, это противостояние скамеек будет сегодня. Если Винс Картер и Блеер, которые очень злые на Сан-Антонио, что они не подписали с ним продление контракта, если они плюс Харрис сегодня смогут дать бой скамейке Сан-Антонио, то серия продлится. Шансы Сан-Антонио закончить серию очень высокие, но Карлайл обязательно что-то придумает, чем удивить коллегу Поповича.